Но сначала просили носилки. А сейчас 30 комплектов. А теперь 30 комплектов пятиточник. Наказавленное положение в основном в Тарме было, а сейчас вот все сталкиваются тем, что нужно как-то и с природой дружить, и беречь свое здоровье. Мы носилки испытывали, складывая в них мешки с цементом. На 500 килограммах мы решили, что достаточную прочность, не стали больше закладывать. Как-то нашли, во-первых, друг друга, когда она работала в опеке, я пришел к ней с документами на право детей брать в семью. Знаете, когда одно бревнышко, оно не горит. Должно лежать обязательно два бревна в печке, тогда оно будет гореть. Он прыгает с парашютом и снимается в кино. Ходит в турпоходы и хорошо готовит. Но главное его достоинство – доброта, которой хватает и на воспитанников, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и на тех, кто сейчас воюет в зоне специальной военной операции. Он – волонтер. Вместе с супругой организовал пошив военной экипировки на базе центра, созданного ими в помощь подросткам с непростой судьбой. Он – пример для своих подопечных, детей, сирот, которым так важен, особенно в начале пути, ориентир правильных, честных поступков и взглядов. Еще один неравнодушный калужанин сегодня гость нашей программы – Дмитрий Мальгин, собственной персоной. Дим, уже по традиции маленький оранжевый жест «Внимание». Для хорошего настроения и на здоровье. Принимайте, пожалуйста. Тем более приятно это сделать для человека, который, как выяснилось, со мной учился в одной школе калужской. Да, было. Вы вместе с Ириной, супругой, организовали для наших ребят, которые воюют в зоне СВО, изготовление носилок, пятиточников, от слова «пятая точка», да, такие коврики. А вообще считали, в каком количестве вот этого снаряжения вы уже сделали и отправили на фронт? Ну, в среднем где-то около 200, наверное, штук носилок только. А пятиточники мы недавно стали делать, это где-то полгода всего. Вот, кстати, сказать, да. Дима, а вообще пятиточник калужский, какой-то особенный вариант? Что это такое вообще, для чего это надо? Ну, что это такое, это вот два варианта. Это носилки упакованные, такой элементарный подсумок, да, не буду доставать, потому что... Бескаркасные они, поэтому они так... Да, бескаркасные, да. Вот этот называемый так, пятиточник, это модернизированный сидушка, который боец пристегивает себе на пояс с помощью тремня или с помощью специальных лямочек с липучкой на систему Молли. Он может носиться, как говорится, сзади, спереди. Если его развернуть, то это вот для положения стрельбы лёжа. Если же он находится на спине, то человек может лечь на спину, отдохнуть, посмотреть, что над ним там парит или не парит, и ехать спокойно на броне, не боясь там подморозить себе нижнюю часть тела. Но это ещё и защита паховой области. Я знаю, там есть какая-то планка, да? Да, отсюда вкладывается, по желанию, бронепластина внутрь. И человек, когда, допустим, идёт в атаку или перевигается быстро, у него там ноги защищены, потому что здесь у нас артерия находится, попадание туда что-либо, ну, чревато. Но калужская модель отличается от них там? Немножко отличается, да. Её, кстати говоря, предложили сначала золотые руки ангела. Это есть такое всероссийское добровольческое движение, которое они координируют, пошив подобных изделий, которые могут делать волонтёры. А здесь у нас уже доработали вот эти пятиточники, их сделали немножко побольше, в общем-то экономится материал. Внутрь у них кладутся мобильные носилки. Они представляют из себя сетку такую вот с габаритами человека, метр восемьдесят на девяносто. Но они взяты в основу от альпинистов, вот, потому что нужно с собой носить что-то такое, средство эвакуационное, чтобы, может быть, человеком мобильно перенести. Ну и, в принципе, можно сделать гамак или закрепить груз, или на неё же можно смонтировать маскировочную сетку. Был бронежилет изначально, и с этого, собственно, и началась ваша помощь фронту нашему. Я знаю, что вы участвовали в разработке, ну вы, ваши коллеги, в Калуге, собственно, это происходило, в разработке лекала этого бронежилета. Дальше судьба. Где-то массово он выпускается. История очень интересная была. К нам пришёл военный в организацию. Вот, он бывший калужанин, имел свой ветеринарный бизнес, но в связи с событиями он добровольцем ушёл туда за ленточку. Приехал сюда на побывку. Понимал, что вот привёз два бронежилета. Говорит, тут два бронежилета, из них нужно сделать один. И так пробовали, и так пробовали. Ну, в общем, сделали экспериментальный образец. Где он сейчас? Вот то, что придумано в Калуге. То, что он придумал, это бронежилет пятой степени защиты. То есть он полностью закрывает всё, начинает от пахового область, плечи, бока. Но я знаю, что лекала и образец уехал в Челябинск на какое-то производство. Массово шьёт, да? Да, да. Ну, вот, я не знаю, к сожалению, как это массово-немассово. А в Калуге мы не можем почему? Недостаток материалов, да, каких-то? Специфическое оборудование нужно, потому что есть специальные там закрепки на ткани. Вот если там сравнить, вот на джинсах очень прочные узлы, да, которые там где-то карманы там закрепляются специальными тканевыми закрепками. То есть вот эта система подвесная, которая располагается на бронежилете, там, ну, непростое оборудование это шьёт. Вы знаете, для меня совершенно не было удивительно, что именно вы занялись волонтёрством с вашей супругой, потому что помочь нуждающимся – это не просто ваша работа, но, мне кажется, это принцип жизни уже вашей семьи. Центр «Старт в будущее», который вы организовали с супругой, помогая детям-сиротам после детских домов вступить во взрослую жизнь, сориентироваться, да. Какая главная задача вообще центра? В первую очередь это показать, что не так уж и плохо, в общем-то, жить и среди людей, потому что ребята, как правило, побитые жизнью, немножко озлобленные, вот, каждый за себя. И чтобы жить в обществе, нужно уметь общаться с людьми, в первую очередь. Естественно, цель наша – это как можно раньше детей заинтересовать в какой-либо профессии, чем-то увлечь. Потому что наступает тот период, когда вот-вот скоро он выпустится, выйдет, и ему нужно получать образование, а потом уже специальность. С какими профессиями знакомиться? С профессиями… Чего учите? Самые простейшие – это летом подзаработать в сельском хозяйстве. У нас ребята были на практиках, на фермах работали, не гнушались, как бы, ничего, ни навоза, ничего. Вы возглавляете мастерские, что там? В мастерские у нас идут занятия в информационном центре, в гончарной студии. На нашей базе есть мастерская, где занимаются мозаикой. Швейное дело, раз уж и сказали, швейный цех. Да. Что и мальчики, и девочки учатся? И мальчики, и девочки. Ну, вот все машинки я сам пробую, промышленные, для таких грубых, суровых тканей. И закрепочная машинка, на которых мы делаем вот эти носилки, шьем. Готовить учите? Да, готовить мы учим. У нас кулинарная студия, она такая очень, ну, любимая, в общем-то, одной из таких наших детищ, что ли. Это кулинарная студия и кондитерский цех. Они соединены вместе. Вот, там полноценный цикл. Можно приготовить все, там, и кондитерку, и печку, там, и всякие сладости. И приходят у нас и мастера, и повара. И есть просто люди, которые увлечены, которые могут что-то показать. Вот, праздники там проводим. Ну, мне кажется, самое главное – научить, что в жизни пригодится. Вот готовить, например, да? Шивь, почему нет? Мне повезло в жизни с… С женой. К завистникам я отношусь… Спокойно, перекипит, пена сойдет. Если на меня набросятся с кулаками… Я всегда дам сдачи. Я знаю, что ваши воспитанники сейчас воюют на фронте, да? Да. Трое? Ну, сейчас двое. Один по ранению комиссован, он служил в Вагнере. Сейчас реабилитацию проходит. А что они там делают? Артиллерист, по-моему, да, один? Артиллерист, наметчик вот. Я знаю, что вы их экипировали сами, да? Да, все термобелье, начиная от носков. Вот эти все штуки. Пятиточечники, носилки, пятиточечники, ну, все просто. Упакованные, в привилегированном положении они поехали, свалили все издать. Старались, старались, конечно, ребят. А шили им все это взрослые или их товарищи по детскому дому? Ну, в основном взрослые. Ребята у нас, подростки, иногда приходят в швейку, мы показываем основы, значит, шитья. Вот, допустим, ну, той же самой закрепочной машинке, но когда стоит наставник рядышком. Показывают, рассказываем, для чего это. Вот, в носилках потаскать, да, вот, самому себе там что-то примерить. И попутно рассказываем, что это такое, и что происходит вообще от нас здесь в километрах в шестистах. Вот, поэтому... Чехлы для пушек, я знаю, попросили, заказы поступил. Да, да. Будете решить? Ну, конечно, как же. Ну, это же надо как-то знать, как это разработать, этого откуда будете брать? Ну, объяснили параметры, бывшие те, кто с этим сталкивался, служившие ребята, уже объяснили, уже будем делать. А как вы определяете потребность? Вот, что остро нужно для военных именно сегодня? Как вы это узнаете? У нас есть несколько чатов в социальных сетях, ну, в Телеграм. Там, где, ну, все люди небезразличные, допустим, в разных группах, которые специализируются по той или иной, там, таким-то изделиям. Все общаются, и есть волонтеры, которые возят грузы туда, конкретно на ленточку. Да, кто скоординирует это все? Вот вы говорили, позвонил директор предприятия какого-то крупного. Да, да, да. Говорит, вот мы собираем фуру, вдруг он какой-то мошенник. Нет, нет, мы очень к этому осторожно относимся. Позвонил, естественно, узнаем, кто, что, чего. Что попросили? Ну, сначала попросили носилки. А сейчас 30 комплектов, сказали. А теперь 30 комплектов пятиточников. Все равно вот эта слякотная погода, она очень долго будет. Как правило, бойцы многие страдают от простудных заболеваний, потому что, к сожалению, у нас наказанное положение в основном в тарме было. А сейчас вот все сталкиваются с тем, что нужно как-то и с природой дружить, и беречь свое здоровье, то есть в любом случае. Вы, кстати, кому-то помогли. Ну, конечно, конечно, это чье-то здоровье, может быть, даже жизнь из человека. А вот носилки, например, вот иката какой-то свое есть, вы как это проверяете? Вот прям вручную? Да. Вдруг порвется? Ну, мало ли. Мы носилки вот испытывали, складывая в них мешки с цементом. Вот на 500 килограммах мы решили, что достаточная прочность, не стали больше закладывать. Понимаю. Знаете, всегда важно, чтобы нашлись люди, которые бы вот организовали бы работу. Ну, слава богу, вы есть. Но, думаю, многие калужане хотели бы что-то сделать для наших бойцов, чтобы им жизнь там облегчить. Рядовые калужане могут вам как-то помочь? Я не знаю, после рабочего дня, выходные. Есть какая-то работа, которая не требует каких-то специальных профессиональных навыков? Вот прийти и что-то там обметать, я не знаю, собрать. Конечно, конечно, потому что очень много работ, которые, наверное, не такая, скажем, профессиональная, но требует времени перебирать, допустим, те же подарки, которые от рядовых граждан приходят, сортировать, допустим, продукты питания, там, такие длительного хранения, там, медикаменты привозят. Вот, это у нас организовано на силикатном поселке. А пятиточники пошить не позволите? Можно, можно шить. Мы что делаем? Если человек имеет представление, что такое швейная машинка, мы профессионально показываем, как это делается. Он может шить у нас. То есть там с ним будет тоже тот человек, который знает, как это делать, какие нюансы. Каждый шов проверяется вручную. То есть очень скрупулезно к этому относимся. Как вас найти? То есть как на вас выйти? А найти в соцсетях, можно меня найти, допустим, Дмитрий Мальгин. В ВКонтакте. Да, ВКонтакте. Золотые руки ангела, координатор экологии. Теплосердец есть. Много движения у нас давал. Да, много движения, да. Бойцы, когда получают эту посылку, они видят, откуда приходят подарки? Да, там, как правило, все посылки, которые уходят, они оклеиваются. Там есть логотип организации, телефон координаторов. Вы какие-то отклики на свою работу оттуда, с фронта получали? Ну, да, да, да. Присылают видеоматериал. Ну, слава богу, никто не жаловался. Мне кажется, нужен особый склад характера для того, чтобы заниматься сиротами. Ребята непростые, вы уже сказали, в жизни хлебнули. Постинтернатное сопровождение, то, чем вы занимаетесь. В чем вы больше можете дать этим ребятам, чем государство? Ну, возможности у государства, конечно, больше, но мы пытаемся ребятам привить чувство ответственности. Во-первых, сознательно выбрать, как я вот говорил, специальность, учиться. Вот они выходят оттуда, выпускаются, растерянные, ценой деньгам не знают. Те накопления, которые у них там устаются на счетах, которые там пришли, ну, или по потере кормильца, или там, ну, разные источники. Они очень быстро кончаются, к сожалению, еще и помогают их бывшие, ну, воспитанники, с которыми они там, ну, старшие. Вот. И мы пытаемся каким-то образом повлиять, чтобы он или купил какую-то нужную вещь, или, допустим, может быть, посоветовать, чтобы потратил деньги на ремонт квартиры родителей, если она ему досталась. К сожалению, больших пространств боятся. Они даже жить, вот, допустим, по одному не могут. Ну, вот как раз мы на своих занятиях, которые проводим, мы всегда приглашаем, как мы говорим, домашних детей. Домашних детей или многодетных, или из приемных семей, чтобы они общались, потому что, замыкаясь вот в своем обществе, ничего полезного нет, только вот все отрицательные берут друг от друга. Есть пример преподавателей. Вот вы личным примером. Я знаю, что вы хорошо готовите. И пищевое производство – это ваши специальности. Вы работали главным инженером общепита города Калуги даже когда-то. То есть, вот, видно же, что им же важно, чтобы был пример перед глазами. Вот вы лично кого-то готовить научили, например? Да, конечно. В общем-то, через наши руки прошли очень многие. Ребятам нравится, в общем-то. Один у нас, ну, несостоявшийся повар, вот сейчас воюет, вот, прекрасно готовит и мастер-классы проводил. Хотя бы голодным не останется, да? Конечно, да. Еще вот молодой человек сделал себе карьеру бармена, бариста, уехал из семьи в Москву. В престижном ресторане работают. Это вот одна из профессий. Я еще знаю, что вы заядлый турист, и туризмом с самого детства увлекаетесь. И учите этим навыкам сейчас и воспитанников. Далеко входите в походы? Надолго уходите? Ну, как правило, самые большие походы длительные – это 2-3 недели. Ух ты! Я когда начал работать в детском доме… Вы начали завхозом? Да, я завхозом. В учебной программе детского дома были занятия на природе, там, эстафейки всевозможные. Неклассные какие-то, да? Да. Соревнования, там, ну, какие-то походы выходного дня. Я думаю, надо посмотреть, что это делается. Сходил, посмотрел, и так говорю, ну, можно это дальше развить. Потому что ребята, в принципе, туда ходят только для того, чтобы вырваться за собор, как говорится. Вот. И предложил руководителю детского дома, говорю, давайте я буду их брать в семью, и мы будем ходить с ними. То есть я получил разрешение от опеки на временную передачу детей в гостевом режиме. И вот мы начали постепенно-постепенно осваивать сначала Калужскую область. Когда ребята подросли, мы начали ходить в Карелию, на Ковальский полуостров. В прошлом году были уже на Алтае. Начали развивать эту тему, потому что это очень интересно. И, с другой стороны, нужно новое профессиональное снаряжение для того, чтобы, ну, во-первых, обезопасить детей. То есть каски, весла, байдарки, катамараны, там, мотор. Человек должен уйти в сложный поход, быть очень хорошо одетым и знать, как этим пользоваться. Вот. Я даже специально получил, ну, дополнительное образование, как инструктор детско-юношеского туризма. А ребята, которые сейчас воюют, тоже ходили с вами в турпоходы? Мне за них очень, скажем, волнительно. И в то же время, я знаю, что я их научил методом выживания. То есть они себя могут достойно с природой вести. То есть не заболеть, не каким образом там укрычиться от дождя. Как на ночь можно лечь спокойно, чтобы не промокнуть. Правильно, как вещи, даже рюкзак собирается. Как балансировку этого рюкзака сделать, чтобы не уставать. Как вы думаете, детям из детских домов там на фронте сложнее? Да, наверное, никому там хорошо-то нету. Всяко там говорят иногда, что нас не жалко, жалко всех. Самая ценная для меня награда в жизни? Взаимное доверие, наверное, детей, с которыми мы занимаемся. Если у меня взяли в долг и не отдают? Пытаюсь привести человека в чувство и дать ему возможность, может, даже заработать, чтобы отдать долг, честно. Дим, а правда, что у вас в детском доме никогда ваши воспитанники по имени-отчеству не называли, вот как других, в общем-то, педагогов? Как называли? Да, ну вот интересно. Вот когда я с ними начал уже непосредственно заниматься, как преподаватель дополнительного образования, я ввел там кружки, ну вот они меня всегда зовут и сейчас зовут дядя Дима, некоторые девчонки папа. Вот это такое вот интересное чувство. Как нашли подход к этим детям? Все-таки с непростыми характерами, ребята и девчата? Ну, наверное, все-таки искренностью, то, что я отношусь к ним, в первую очередь, как к своим детям, не как чиновник там, скажем, потому что все, что я вот старался делать в начальных порах, ну и сейчас так же делаю, это просто шел такой позыв, вот, что-то дать, то, что умеешь и что видишь, что у них нету. Может быть, это гены? Ваш папа, я знаю, всегда был наставником молодежи, даже знак отличия есть, да? Да, да, от ВЦСПС. Ну, это вообще интересно. Ну, это на заводе он, да, воспитывал ребят? И дед мой по отцовской линии тоже занимался молодежью. Я отец, как высококлассный станочник, который все время был приглашен в Калугу из Башкирии. Ну, я родился просто в Башкирии. Там просто родители познакомились. Хотя мама из Калужской области. Да, мама из Калужской области. Вот, и отца всегда окружили ребята. Вот у нас было всегда много ПТУ, профессиональное образование было шикарное, которое готовило ребят, которые могли что-то своими руками делать. И они всегда вокруг не вывертелись. Вот я помню, очень показательное было, когда всей семьи ходили на демонстрации, как вот раньше был это, да? И вот там Анатолий Иванович, что-то лего взять, то ли взять, то ли. Здрасте, 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 пап, кто и тут, кто и тут. Ну, ребят, мои подопечные. Приятно было. И ему, наверное, вот это у меня такое сложилось. Отложилось там, да? А папа увидел, как к вам относятся ваши воспитанники? Он гордость за вас-то ощутил? Ну, конечно, потому что у нас, я не знаю, наверное, ну, большая часть ребят там побывала и в нашей семье, и с родителями общалась, и на даче. Ребята всегда вызывали, если дядя Дима, давайте мы к вам на дачу примем, поможем что-то делать. И до сих пор ездят. Я знаю, что у вас с пруга нет совместных детей, и у вас, и у нее не первый брак, и вы мне признали, что всегда мечтали иметь многодетную семью и быть многодетным отцом. Вы сейчас себя ощущаете? Да, в полной мере. Да, вот, кстати, после передачи поедем внучка забирать с роддома. А что у кого? У нас Ксюша Морозова со своим супругом. Вот она родила, вот сейчас будем забирать ее где-то полпятого с роддома. Тоже моя подопечная, тоже девочка заядлая туристка. И с супругом они очень так всегда с нами ходят. И такая хорошая пара, мы всегда их поддерживаем. Тебе получается, насколько многочисленная ваша семья, учитывая вторую половину? Многие же уже, да, и женились, и замуж вышли. Да, да, и все там подводите. Идите, вот. Вот сколько вас вместе? Ну, через наши проекты сейчас прошло где-то порядка 500 человек. 500. Хорошо, на дачу вы сказали, приезжай, в стола хватает? Сколько раз его могут приехать? На улице стою, у нас терраска хорошая. Ну, сколько вместе человек собирается одновременно? Ну, человек по 15 у нас бывает. Готовите вы? Да нет, все вместе как-то готовим, потому что, ну что, зря я их учил, что ли. А супруга вас в этом гостеприимстве поддерживает? Ну, конечно, у нас она работа, она работа, жизнь, жизнь работа. То есть у нас, ну, такая работа, это мы и живем ей. То есть, ну, как-то одно от другого не может как-то оторваться, и грани этой нету. А это больше ваше или ее желание подставить плечо детям, которые росли без родителей, как-то вот, не знаю, может быть, по-женски отогреть, что ли, обогреть? Ну, вы знаете, наверное, мы как-то нашли, во-первых, друг друга, когда она работала в опеке, а я пришел к ней с документами на право детей брать в семью. Ну, как-то, знаете, когда вот одно бревнышко, оно не горит, должно лежать обязательно два бревна в печке, тогда оно будет гореть. И вот, наверное, вот это поддерживание друг друга, оно привело к тому, чтобы выйти за рамки государственных организаций и создать вот не государственную, некоммерческую организацию. То интересно, что вот мы живем в доме, а ребята стараются взять квартиры, снять рядом, в соседних домах. Ну, вот так вот как-то получается, добежать недалеко там что-то... А позвони среди ночи, например, нет? Ну, бывает там, где-то, ну, молодежь, наверное, как бывает, там бывает и невыдержанная, там, кто-то начинает скандалить, там, успокаивает, ну, всякие бывают, там, ну, с ребенком заболел, там, помочь как-то лекарствами чем-то, вот, ну, с советом, бывают финансовые проблемы. Не знаю, могу ли я это спросить, но не было никакого желания усыновить, удочерить кого-то? Ну, было, да, конечно, желание, там, и удочерить, вот, и у Ирины, и у меня, но специфика такая, что вот когда мы начали уже в судьбах детей участвовать, если бы мы усыновляем ребенка, он теряет статус на получение квартиры. Тоже думаешь об этом, потому что мы живем в однокомнатной квартире, вот, и с нами проживать, ну, невозможно, только как вот в гости приходить. А ваш сын никогда не ревновал у вас, вот, дедомовским ребятам? Он взрослый же, да? Да, ему 35 лет, но никогда он не высказывал, потому что мы всегда пересекаемся, там, где-то мы на даче приезжаем бабушки, там, он приезжает, ребята наши, вот, подопечные. Он не педагог? Нет, он айтишник, ремонтирует компьютеры, пишет программы. Вы, я знаю, что учились в Донецке в институте советской торговли, спортом увлекались, там, на соревнованиях ездили на Украину, товарищей там много было. Да. Вот сегодняшняя ситуация на Украине, что показала, что вам открыла, чему вас научила? Пожалуй, наверное, это все общество это поняло, что иногда те друзья, которые, с которыми общаешься, у них есть другая точка зрения на события, которые происходят. Неожиданно для вас? Очень неожиданно, и мы даже перестали общаться с некоторыми, к сожалению. Мне эта тема очень, да, дорога, как вот сказали вы. Что я специально отсюда переводился с Баумутского института в Донецк, чтобы получить высшее образование механик пищевой промышленности. Я все 90-е годы ездил по работе туда, я объездил весь Донбасс, все пищевые предприятия, вот. И как-то в один момент это все стало стеною. Вот. С мужчинами общаться невозможно, потому что понятно, что их прослушивают, эмоции никакие не говорят. И, ну, выжидаем, что там дальше. Но и за этот год, тем не менее, появилось много и друзей, и знакомых. Да, и очень много друзей, и знакомых вот как раз на фоне вот этого добровольческого движения. Крепко связывает волонтерство. Ну, да. Понимаете, люди не кривят душой, вот, как я сколько общался, задача-то одна. Вот. И мы ищем любой способ друг другу каким-то образом помочь, чтобы участвовать там в общем деле, фактически, в спасении людей. Ищем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok